Привет, ребята! Сегодня я снимаю для вас видео с переводом итальянской песни на русский язык Я выбрала именно такое видео Ну, во-первых, потому что я живу в Италии и я отлично знаю итальянский язык Даже если перевод самой песни и сам текст у меня будет на листочке которые я распечатала И, во-вторых, меня вы часто просите снять видео связанное с итальянским с Италией и я решила, что все-таки можно снять Многие просят и задают вопросы по поводу жизни в Италии отличия плюсы и минусы по сравнению с Россией к примеру Я сразу скажу то, что к этому видео нужно хорошо подготовиться и надо прям поработать над этим поэтому я пока что еще не готова снять такое видео но могу сказать то, что у меня в планах такая своего рода как ролевая игра типа болталка с подругой если я не придумаю то, что я расскажу и в которой немножко будет тема про итальянскую систему школ то есть как здесь учатся какие-то отличия хотя здесь совсем разные школы не как у вас в России отлично на самом деле просто куча и очень-очень много поэтому я найду их естественно вам расскажу и может быть добавлю какой-то свой своего рода опыт украинской так скажем девочки русскоговорящей которая приехала в незнакомую для меня страну в маленьком возрасте расскажу немножко как быстро я выучила итальянский язык немножко таких вещей но рассказывать именно про жизнь в Италии конкретно пока что не готова потому что я еще все-таки маленькая я не сильно понимаю все с этим связанное то есть именно конкретно вот жизнь как живется деньги, заработок что лучше, что хуже просто по слухам другим других я могу сказать что ну в Италии наверное лучше живется чем в России вот конечно все зависит от уровня работы человека от заработка потому что к сожалению или не к сожалению не знаю деньги многое что значит в нашей жизни поэтому кто-то может жить лучше чем мы при этом живя в России к примеру либо в Украине кто-то может жить хуже вот но естественно заработок здесь повышен немножко то есть он выше ну и в общем-то сами цены на продукты на жизнь на все что угодно на одежду они выше чем у вас в России либо в Украине смотря естественно в каком городе в каком регионе вот как-то так сегодня я выбрала песню исполнителя Мигеле Брави он молодой парень мне нравится его манера подачи голоса его голос он немножко необычный поэтому можете послушать везде просто посмотреть на него и песню я выбрала Ильдиарио дельеррори в переводе дневник ошибок я вам сначала прочитаю полностью текст на итальянском языке и потом буду читать полностью текст на русском постараюсь медленно потому что итальянский язык очень быстрый то есть когда на нем говоришь можно немножко потеряться так как итальянцы говорят очень быстро я постараюсь читать медленно во-первых потому что это СМР во-вторых чтобы вы больше вникали в слова так Время лицо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У него есть одна еще песня, которую я просто влюбилась и не могу остановиться Всегда ее слушаю Называется она В переводе звучало бы просто, чтобы начать Ну, как-то так Мне нравится эта песня, очень красивая Она уже более не такая медленная, не такая грустная Да, то есть, понимаете, о чем ее Но все равно Достаточно спокойная Давайте теперь я прочитаю переводы на русский язык Дневник ошибок Я оставил слишком много отметин На уши разорванной кожи Пока не попробуешь, ничему не научишься Я всегда шел прямо, как поезд Я искал в конфликте видимость пути Я всегда все делал только по-своему И никогда не говорил «останься», если мог сказать «прощай» Я редко обращал внимание на тех, кому должен был прислушиваться Но я не замечала этого Я всегда слишком спешил По крайней мере, ты не попадешь В мой дневник ошибок Во все мои противоречия Обиды и доводы Надеюсь, правильно прочитала это слово Не слышала раньше, если честно В страхе, которые живут со мной В слова бесполезного разговора По крайней мере, ты не попадешь в мой дневник ошибок Я играл за гнем И кого-то даже побеждал Но нам немного не хватало Я еще и счастье рисковал Много раз я оставлял свой след на постели Не слишком беспокоясь о том, что говорил ранее Я смотрел в бездну Утро без рассвета Не имея точки опоры Или кого-то, кто тебя спасет По крайней мере, ты не попадешь в мой дневник ошибок Во все мои противоречия, обиды и доводы В страхе, которые живут со мной Слова бесполезного разговора По крайней мере, ты не попадешь в мой дневник ошибок По крайней мере, ты не попадешь в мой дневник ошибок Очень интересная идея с этим дневником ошибок Интересная песня А теперь я немного хотела прочитать И, может быть, когда некоторые слова добавить какие-то синонимы Давайте вот со словом доводы Если так читается Дадут и дорти Переводится как обиды Элли Раджони Переводится как доводы Признаюсь, что эти слова и на итальянском Немножко надо вникнуть Подумать, чтобы объяснить их значение Поэтому я просто соглашусь Потому что я надеюсь, что Человек, который переводил Ну, по крайней мере, все слова Красиво звучат вместе Весь текст Если перевести в переводчике Мне кажется, будет совсем другое И никак не будет мелодично звучать Весь этот текст Здесь он звучит хотя бы мелодично и красиво На русском языке я имею в виду Ну, вот Как-то так Видео очень коротенькое Поэтому надо как-то его удлинить Какие-то, может быть, триггеры с бумагой Хотя, когда я снимала Одно видео И десять фактов о хорошем снятии Я добавила немного триггеров с бумагой Кто-то написал, что ему понравилось Кто-то написал, что вообще не делай такие звуки Так неприятно Пойдем, я даже не знаю, что делать Настолько много мнений Что почти некому невозможно На сто процентов укатить Кстати, я не договорила Вроде что Я надеюсь, что переводчик Девушка Которая перевела эту песню Либо парень Ну, здесь написано Какая-то Юлия Какая-то Юлия Не знаю Я надеюсь, она в совершенстве Хорошо знает итальянский язык Чтобы перевести четко Это на русский Конечно, чтобы быть переводчиком Тоже нужно иметь такие Качества Не все могут Потому что Потому что Можно очень хорошо знать Как итальянский Либо какой-то другой Так и русский Чтобы хорошо Четко перевести все слова Дать понять человеку А не просто какой-то микс Всяких непонятных слов Надо сделать Такую Фразу Чтобы она была Понятной Да Несмотря что Переводишь Конечно Переводить песни Я не думаю Что очень сложно А вот Переводить Какие-то разговоры Быть переводчиком Прям таким Который На каких-то Политических Собраниях Либо что-то В этом роде Это уже намного сложнее Потому что Ты на моменте Должен ловить слова И сразу В голове Переводить Над песней Хотя бы Можно немного Порассуждать Подумать Какое правильное слово Подобрать А когда Ты переводчик Такой Который Как я сказала ранее Должен на моменте Сразу ловить И переводить Это сложно Очень Не все Способны К этому По крайней мере Я точно Может быть Если бы Я лучше изучила Оба Языка Но Кажется Не стоит Того Знаете Что Можно Попробовать Делать Мне Все равно Этот листочек Не понадобится Можно Попробовать Добавить звуки Ножницы Разрезать его Я знаю Что многим нравится Поэтому Я сейчас Вернусь быстро к вам Возьму ножницы И приду Ну все Я тут Я уже вернулась Взяла ножницы Давайте Разрежем бумагу Давайте мы с вами разрежем бумагу Это удобно мне стать Потому что вот так я думаю отлично обрезали кусочек отлично Сейчас можно маленький разрезать На еще много маленьких Ой Убирать Потом мне придется Ну ладно Не так уж им беспорядок здесь и их так 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 Продолжение следует... 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 поэтому всех люблю, целую всем пока-пока увидимся в следующем видео